Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 1 по 7 июля 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 153 сообщения о происшествиях, из них 14 преступлений, 6 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 60 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении одного мероприятия с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. С 10 июня 2019 года и до конца навигации на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация» в целях поддержания права порядка на территории округа в период навигации и осуществления контроля за гражданами, убывающими и пребывающими речным путем на территорию округа. В акватории реки Печора Ненецкого автономного округа сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу продолжают проводить рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного вылова водных биологических ресурсов. Так, 1 июля 2019 года на реке Печора участковыми уполномоченными полиции выявлены три таких факта. Один житель округа осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов при помощи сети в непосредственной близости от деревни Каменка, другой в 15 километрах от деревни Пылеми, а третий в 5 километрах от села Оксино. Стражами порядка с мест происшествия изъяты три сети, а в отношении рыбаков составлены административные протоколы по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство. Наказание для граждан по данной статье предусмотрено в виде административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискации судна и других орудий добычи вылова водных биологических ресурсов или без таковой. 4 июля 2019 года в дежурную часть управления обратились двое жителей поселка Искателей с сообщением о том, что неизвестными лицами совершены угон у принадлежащих им автомобилей. Сотрудниками отдела ГИБДД Управлением ВД России по Ненинскому автономному округу угнанные машины обнаружены. Один автомобиль находился в кювете в районе моста через речку Куя, а другой на перекрестке улиц монтажников и строителей поселка Искателей. В кратчайшие сроки оперативниками при взаимодействии с экспертами-криминалистами установлено, что данными транспортными средствами неправомерно завладел 15-летний подросток. Это стало возможным в результате того, что в обеих машинах находились ключи в замке зажигания, а кроме того двери одного автомобиля были открыты. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. В связи с произошедшим стражи порядка обращаются к автовладельцам. Не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если вы ставите машину на стоянку в гараж. И не забывайте закрывать двери автомобиля, даже если вы покидаете его всего лишь на несколько минут. 5 июля 2019 года около двух часов ночи в дежурную часть Управления МВД России по Нининскому автономному округу поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома, расположенного в селе Тельвиска Нининского автономного округа, обнаружен труп мужчины 1995 года рождения с ножевым ранением груди. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1988 года рождения. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в изолятор временного содержания Управлением МВД России по Нининскому автономному округу. Наринмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Нининскому автономному округу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. За прошедшую неделю сотрудниками отдела ГИБДД Управления МВД России по Нининскому автономному округу на дорогах города Наринмара и Заполярного района выявлено 101 административное правонарушение. В их числе 4 случая управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Двое из них привлечены к административной ответственности по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящимся в состоянии опьянения. Еще один водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Четвертый водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и лишенным права управления транспортными средствами. В настоящее время по данному факту проводится проверка. К сведению, максимальное наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники отдела ГИБДД обращаются к жителям округа. В случае, если у вас есть информация о том, что водитель транспортного средства находится за рулем в нетрезвом состоянии, незамедлительно сообщите в дежурную часть Управления МВД России по Нинскому автономному округу по телефону 02 или 102 с мобильного, а также 4-21-26, либо на телефон доверия 4-21-52. 29 июня 2019 года около 17 часов за магазином в районе автобусной остановки площадь имени Владимира Ильича Ленина обнаружен велосипед черного цвета «Форвард». 29 июня 2019 года около 23 часов на берегу реки Печора в районе улицы Нефтяников в поселке Искателей обнаружен подростковый велосипед черного цвета без крыльев с багажником и белым катафотом на нем, сиденье черного цвета с синей полосой по середине с надписью «Стелс». Владельцам необходимо обратиться в дежурную часть Управления МВД России по Нинскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26, либо обратиться лично по адресу улица Выучейского, дом 13. В связи с открытием активной навигации в Нинском автономном округе сотрудники полиции обращают внимание жителей региона на то, что каждый гражданин несет ответственность за сохранность своего имущества и призывают не оставлять лодки, комплектующие к ним, а также другое имущество, находящееся в них, без присмотра, и пользоваться специализированными стоянками для речного транспорта, дабы избежать случаев их хищения. Так, например, в период с 5 по 7 июля 2019 года неизвестным лицом и заставленным без присмотра моторной лодки, находившейся у моста через Курью-Захребетное в районе улицы Угольной поселка Искателей, похищен аккумулятор и топливный бак емкостью 24 литра, с находившимся в нем бензином в количестве 20 литров. Уважаемые жители округа, если вы располагаете какой-либо информацией о хищениях лодок, лодочных моторов и другого имущества, о местах их хранения и транспортировки, о лицах, причастных к этому, просим обращаться в полицию по телефону 02 или 4-21-26. Телефон доверия 4-21-52. Анонимность гарантируется. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.